И в завершении выпуска в Наринмаре прошла традиционно военно-спортивная игра «К защите Родины готов». В этом году она посвящена празднованию Дня молодежи. Подробности расскажет моя коллега Наталья Кислякова. Воскресным утром 20 самых активных и стойких ребят школ города и поселка Искателей собрались на территории Центра арктического туризма. Школьников разделили на четыре команды по цветам футболок – синие, белые, зеленые и красные. По традиции открывали военно-спортивную игру поднятием флага Российской Федерации. Соревнования проходили в два этапа. За ходом каждого наблюдала компетентная жюри. Первый этап – теоретическая часть. После жеребьевки ребята отвечали на вопросы по истории России, Ниньского округа и города. Далее выполняли ряд заданий. В том числе нововведением было разгадать зашифрованное послание. Второй этап – практическая часть. Командно предстояло пройти полосу препятствий, каждому участнику бросить гранату, почистить картофель, пострелять из оружия, а также одно из самых сложных – перенести раненых. Традиционная военно-спортивная игра «В защите Родины котов» проходит с 2016 года. Ее цель – гражданско-патриотическое воспитание подростков, возрождение и повышение престижа военной службы, а также пропаганда здорового образа жизни. Игра направлена на целевую аудиторию от 14 до 18 лет. Участники – ученики школ города и поселка Искателей. Проводим мы ее в рамках военно-патриотического воспитания, плюс мы стараемся приурочить ее к каникулярному времени, чтобы занять досуг наших ребят и развить их двигательную активность. Потому что зачастую каникулы проводятся за компьютерами, планшетами, телефонами, а здесь есть возможность выехать, пообщаться с другими ребятами, познакомиться с ребятами из других школ, потому что команда сборная. Добавлю, спортивное состязание прошло в рамках муниципальной программы «Молодежь». Наталья Кислякова, Дмитрий Лукевич, Антон Водряков, Телеканал Север.